В предстоящие выходные в Мариел сохранится умеренно холодная погода. В субботу днем температура воздуха ожидается от 5 до 7 градусов тепла, ночью 0,5. Местами, возможно, заморозки до минус 1. В воскресенье ветер северо-западный, однако будет чуть теплее. Столбики термометров поднимутся днем до плюс 8 градусов. Преимущественно без осадков. А вот какие сюрпризы преподнесет погода жителям республики в октябре, узнавала наша съемочная группа. Установившаяся в конце сентября умеренно холодная погода в регионе в пределах нормы, отмечают метеорологи. По температуре воздуха и по количеству выпавших осадков не должен сильно удивить жителей Мариел и Октябрь. Первая неделя второго осеннего месяца, по данным синоптиков, будет хоть и дождливой, но теплой. Сейчас у нас влияние оказывает этот малоподвижный циклон. У нас в наш район здесь находится, идет постоянный заток холода. Температура стабильно держится в пределах 7 градусов в дневные часы и 2-3 градуса в ночные. И вот этот циклончик, он у нас над Европой находится, и он у нас определит погоду в выходные дни, то есть он будет проходить по южным широтам нашей страны и окажет влияние. Поэтому осадки в выходные дни, они маловероятны, и ветер постепенно с северо-западного повернет на юго-западный. Поэтому уже в воскресенье температура не как сейчас она в последние дни до 7 градусов максимально, в воскресенье уже может и до 9 градусов прогрев быть. И уже кардинальная ситуация меняет циклон над Скандинавией, который принесет нам вот этот циклон на следующей неделе. И временами дожди, дождливую погоду, но она будет теплой, потому что потоки будут уже с юга смещаться. В начале недели воздух в Морел прогреется до 7-12 градусов тепла, а уже к середине недели столбики термометров поднимутся до отметки плюс 16 градусов днем и до плюс 10 ночью. Кардинальные изменения погоды синоптики прогнозируют к следующим выходным. Жители и гостей республики ожидают похолодания и дожди. Однако прощаться с теплыми ясными днями все же еще рано, уверяют специалисты. В октябре бабьего лета, конечно, ждать уже не приходится, но несколько дней сухой солнечной погоды еще гарантированы жителям региона. Температура в целом средняя по нашему земному шару, она превышает норму. Но, конечно, да, если у нас была холодная погода в летний период на большей части территории России, то в Сибири она была более теплой, жаркой. Почему? Потому что там установился стационарный антициклон. Вот такая она бывает разная погода. Здесь влияние еще оказывает и температура океана, что раньше как бы это не учитывали. Сейчас эта температура океана, она очень влияет на температуру на суше. Что касается долгосрочных прогнозов, по данным синоптиков, климатическая зима в регионе традиционно наступит в ноябре-начале декабря. Аномальных погодных явлений на этот период пока не предвидится. Хотя, начиная с 80-х годов, зимой в регионе традиционно наблюдается много оттепелей с превышением нормы температур. Нестабильной будет зимняя погода и в этом году.